Друзья, привет! С вами, как всегда, Джамбл Макс, и в этом видео я вам расскажу об xCloud, а также покажу его в действии. Но перед началом видеоролика хочу вам рассказать о том, что мой братан Снупи тоже начал делать контент. На его канале вы можете найти угарные нарезочки с наших закрытых игр. Вот, погнал! Ебать-то выгнул, слышишь? Захрен, нет? О, там луты, там луты. Да, впишу его, господи. Ой, ой! Видосов у него пока что немного, но он только начинает. Но будет очень рад, если вы поддержите его в его начинаниях. Давайте на его канале хотя бы 200 подписчиков наберем. Ссылочка на его канал будет и в описании, и вот здесь вот в подсказке. Поэтому переходите и смотрите. Нарезочки реально угарные. Но у меня все готово, поэтому давайте начнем. Давайте для начала вспомним, что такое вообще xCloud. xCloud это стриминговый сервис от Microsoft, который способен дать вам возможность играть на мобильном устройстве в игры от Xbox One. Для этого вам понадобится лишь телефон, геймпад и интернет. К сожалению, официальной информации о запуске данного сервиса в России еще не было. И может быть даже что и не будет. Но обходными путями эту функцию можно протестировать, даже находясь в России, что я в принципе и сделал. Кстати, за это огромное спасибо моему подписчику Давиду Ширшову, который по сути мне и предоставил доступ к этой функции. Дело в том, что доступ к данному сервису получить не так просто. Сначала нужно было отправить заявку на тестирование xCloud, получить приглашение, скачать приложение, которое недоступно в нашем регионе. Если что, это приложение я скачал вообще со стороннего сайта, не с PayMarket. И самое сложное из этого списка было получить приглашение. Ибо изначально надо было иметь аккаунт определенного региона. Я отправлял свою заявку на тестирование xCloud, но, к сожалению, меня опрокинули, так как, видимо, мой аккаунт находится на территории России и был зарегистрирован на территории России. А Россия, она... ну, мимус, короче. Но моему подписчику Давиду все-таки удалось обойти это ограничение, и он получил приглашение на его аккаунт. И, как вы догадались, именно Давид предоставил мне доступ к своему аккаунту, чтобы я протестировал xCloud и рассказал об этом всем. За это ему огромное спасибо, и в знак благодарности я ему вышлю вот так вот пак фирменных наклеек, который скоро поступит в продажу. Итак, давайте перейдем все-таки к самому xCloud. Честно сказать, у меня не получалось зайти в него около двух дней, так как выдавало некую ошибку в серверу. И да, я изначально знал, что мне потребуется VPN, потому что через Россию данную функцию протестировать нельзя. Но не все приложения для этого подошли. Все бесплатные приложения просто могут идти мимо. Лично меня спасло лишь одно приложение, которое называется VPN Express. Именно оно позволило мне протестировать xCloud, потому что там был 7-дневный бесплатный доступ. Просто вводите свой e-mail, и, по сути, 7-дневный доступ готов. На других приложениях почему-то этого не было. Это я на будущее тем, у кого будет выдавать такую же ошибку. Просто коннектитесь в Соединенные Штаты, и все будет хорошо. Далее мы берем геймпад, одеваем его в специальный держатель. Если что, это не обязательно, просто мне так удобнее вам показывать. Подключаем геймпад по блютузу к телефону. Если что, почему-то не все устройства могут без проблем связаться с телефонами. И у многих просто просят неизвестный пароль. А как с этим бороться, я, к сожалению, не знаю. В общем, подключаем и теперь врубаем специальное приложение. Как вы видите, тут специальное меню, не дашборд от Хуана. И, как мы видим, тут доступно немало игр. Изначально на самых ранних этапах тестирования было доступно лишь пару игр. Если не ошибаюсь, то Forza, Gears of War и Море ворот. Но после последнего шоу XSO, XCloud способен запускать и игры с подпиской Xbox Game Plus. И давайте попробуем выиграть в какую-нибудь из них. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Тorzok 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 Дима Тorzok